Старшеклассник Никита прочувствовал на себе, каково это выйти на тонкий лед и в результате оказаться в воде. Впрочем, страха Никита не испытал. Все потому, что находился в специальном гидрокостюме под наблюдением спасателей. Вот когда именно провалился уже под лед, уже как бы на воде держусь и не так страшно стало. Благодаря костюму, да? Да, в нем тепло, то есть вообще не замерз. Ну, наверное, после вот этих ощущений на лед выходить больше не хочется, да? Без костюма. Без костюма точно. Учащиеся православной Алексеевской гимназии побывали на открытом уроке на базе аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты. Символично в этот день совпали две важные даты. Это занятие приурочено к дню рождения нашего отряда, которому исполнилось 16 лет. А помимо отряда, как мы уже все знаем, в Щелково, да, у нас есть Маруся Леонидовна, которой, кстати, тоже сегодня день рождения, ей 7 лет. Талисман щелковских спасателей Маруся вместе со старшиной корги отряда Бильба в этот день были на своем посту, встречали школьников. Подобные экскурсии здесь проходят каждую неделю, однако программа каждый раз меняется, и задания становятся все интереснее и сложнее. Уроки, все наши мероприятия, все наши эстафеты, все наши большие события, когда у нас не открыты дверей, мы стараемся не повторяться никогда. То, что мы сейчас делаем, ребятам интересно, и они понимают, как трудно на самом деле это все непросто бывает. Спасатели напоминают школьникам о правилах безопасности, рассказывают о своей непростой, опасной и такой необходимой работе. Важно то, что программа таких встреч включает не просто лекции, школьники могут на себе испытать то, что чувствуют спасатели, примерив экипировку и выполнив задания. 10, все, бувалду кладем, переходим, перекатываем, перекатываем, вот так вот, увидим огнетушителя. Вот человек, который одел эту форму на 5 минут, пробежался во всем этом, 2-3 минуты, он поймет, как тяжело тем, которые решают эти задачи каждый день. Эта работа очень ответственная, важная, здесь нужна смекалка, отвага, смелость. Здесь ребята попробовали на себе, узнали, каково это, и, конечно, это вырабатывает правильное отношение к труду спасателей. Важно и то, что школьники в очередной раз прошли ликбез по правилам личной безопасности, о котором смогут рассказать сверстникам и напомнить взрослым, возможно, предупредив тем самым несчастный случай. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.